всем привет уважаемые рыболовы рад поприветствовать вас на канале спиннингис 38 и сегодня вот на вечерке на пару часиков буквально выехал на водоем давненько уже не был на данной акватории хочется проверить насколько же активен сегодня окунь для ловли сегодняшней и на рыбалке я сегодня буду использовать одно только удилище это ультралайтовая палочка фаворит white beard с тестом от 0 5 до 5 грамм цель рыбалки так сказать посмотреть насколько же изменилась активность рыбы и удастся ли вообще что-либо найти уже покидал немного должен сказать четыре постановки где-то уже сделал то есть около часа провел на водоеме пока за рыбу зацепиться не удается но все же надеюсь что какое-то количество окуня мне где-то здесь на большой акватории удастся найти очень будет интересно посмотреть изменилась ли его активность во второй половине лета то есть конец июля буквально на следующей неделе уже август месяц и вот в этот переходный период часто поведение рыбы меняется так ли это или нет посмотрим и так сказать экспериментально попробуем подтвердить на сегодняшней рыбалке надеюсь конечно что все же удастся найти стайного стайного окуня и в принципе половить его не крупными приманочками силиконовыми длиной до 5 сантиметров тот же такой elegant high fish removal nano minnow и тому подобные приманочки небольшого размера максимальные грузики которые буду использовать это 4 грамма именно таким грузом и буду производить облов данной акватории ну что ж давайте приступим к ловле время уже совсем немного до темноты и попробуем что-то поймать так друзья берем спиннинг и пытаемся зацепиться за какую-то рыб здесь вот на этой точке я уже получил буквально две три поклевочки окуня удалось даже поймать рыбку то есть завести в лодку сход окуня крупного получил то есть вот три поклевки 3 реализации поэтому на этой точке после 3-4 постановок уделим наибольшее внимание данному участку потому как рыба видимо сейчас сбивается в стайки так как дело приближается к августу месяц у нас уже в августе бывает и заморозки холодно и поэтому рыба это чувствует несмотря на то что вроде бы еще и жарко на улице но все же инстинкт уже начинает подгонять рыбку плюс холодная температура воды в этом сезоне тоже дает определенные свои так сказать коррективы в ловлю рыбы поэтому тут нужно будет немножко поработать чтобы что-то поймать соответственно поперемещаться по водоему как видите на такой большой акватории и совсем практически нету рыболов буквально вот две лодки вижу что стоят поговорил с людьми когда собирал лодочку так перехлёст пока собирал лодку поговорил с рыболовами которые уже собирались домой потому как сейчас уже вечерочка люди в течение дня там или нескольких может быть дней здесь рыбачили и говорят что рыбка ловилась не очень хорошо до окунь поклевывал на вертушки на колебалочки мелкие на силикон но в количестве в большом его найти пока так сказать не удается в том числе и мне как уже сказал буквально пару постановок с рыбкой пока напряжен очка как видите шарнирная оснастка позволяет ловить даже над травой не цепляю на крючок я ловлю с открытым крючком приманки должен сказать нужно накрывать если у вас лежат на солнце пеки потому что они начинают таять при температуре воздуха больше 25 градусов часто такое происходит со съедобной резиной то есть желательно беречь их от попадания прямых солнечных лучей перегрева соответственно есть как сопротивляется от и отстегнулся размер небольшой был не крупный окунек но тем не менее было интересно получить поклевочку поклевка довольно таки уверенная была небольшого по размеру окунь он плохо засекается можно сказать за приманки не может их заглотить буквально на падение на падение взял то есть вот в этой стороне какой-то книжка присутствует очень видите хорошо в нем снасть прям активно сопротивляется соответственно палочка должна быть довольно таки мягкая рыбка очень неплохого размера настоящий кабанчик то есть ребята вот такой отличный кабанчик попался мне на небольшого размера силиконовую приманку очень хороший по размеру окунь видели как изгибал ультралайтовую снасть то есть это весьма такой достойный размер для данного водоема книжка отлично приманочку схватил и попался мне на крючок то есть зачет однозначно зачет то есть этой точки уже можно сказать что какая-то рыбка здесь стаяная присутствует но берет она далеко не на все то есть нужно подбирать проводку проводка волнообразная в толще воды приманку даже на дно не опускаю часто очень потому что здесь трава ну что же давайте продолжим ловлю и попробуем поймать что-то еще то есть друзья очередной неплохой по размеру окунишка отправляется садок должен сказать единичные поклевки и это не очень радует постановки там 1 2 поклевки это очень немного самая хорошая тенденция по ловлю окуня все-таки как уже говорил моя цель это поискать и найти рыбку стаяны может быть конечно окунь уже за целый день тут на кушался сыты просто не берет может ловился погода меняется давление очень падает сильно вот нашел что-то очень прям снасть гнет капитально как видите с ультралайтом вот так вытаскивать окуней просто несравненное удовольствие окунь очень сильный очень сильный по моему даже весьма неплохой размер он как кабан смотри то есть очень хорошего размера у него прям достойны уважение кабанчик вот такой очень хороший по размеру окунь у грамм 250 не меньше попадается мне на ультралайтовую снасть как видите сопротивляется рыба ну крайне сильно крайне мощное сопротивление вот такой полосатый красавчик рыба весьма активная то есть активного на вываживание очень холодненькая упитанная такая это говорит о том что здесь корма хищнику однозначно хватает так что ребята ультралайтовая снасть вот в такие времена года как в этом сезоне то есть когда рыбы активной и крупной нет той же щуки того же активного окуня позволяет всегда уйти от нуля то есть даже в тот период времени когда на акватории казалось бы не нет активности рыбы то есть она не берет как видите я уже несколько постановок сделал же на пятая постановка и удается не всегда и не везде поймать окуня но тем не менее легкий спиннинг четырехграммовый грузик и шарнирная оснастка позволяет это сделать так что ребята давайте продолжим рыбалку и попробуем еще буквально за час-полтора что-то поймать даже видите на кочках на больших глубинах все равно рыба сложная только кочку перетащил сразу же поклевка за кочкой рыба стоит так сильно бьется что палка то выгляди из рук выводится аж сгибает тебя размер то не самый трофейный вот такой окунь травмированный видите у него нету плавника одного попался на мою приманочку сейчас вечерочка то есть рыба вот такая зачетно окунь очень хороший такой красивый скушал моего червячка то есть от компании хай фиш это римо также какой элегант несколько окуньков принес не суть важно но дело здесь том что рыба сегодня она мало активная то есть окунь очень плохо ловится и плохо реагирует на приманки хотя размер должен сказать неплохой не самый трофейный это конечно не экземпляры там супер большого размера но это окунь чуть выше стандартного для наших рек вечерочка солнце очень ярко светит поэтому давайте продолжим еще рыбалку час полтора еще есть хочется найти все таки какую-то стайную рыбу рыбка клюнула кстати после того как я перетащил свою приманку через кочку я здесь по структурнику кочки уже нашел давно их знаю и вот именно в тот момент когда протягиваешь приманку она переваливается через кочек происходит поклевка рыбы то есть стандартная ситуация для джиговой снасти глубина 5 половиной 5 6 с выходом на 3 и 7 все прям смог затянул дым от подлесных пожаров очень в этом сильно году горит тайга в якутии как вы знаете очень сильные пожары у нас на территории иркутской области очень приличное количество лесных пожаров и соответственно очень много дыма закутывает прям небо самом деле погода ясная на вечерке такой смог висит ветра сейчас нету утром был ветерок было более менее ясно его сдувало вот видите как шнур аж дернулся то есть сдувало этот дым сейчас штиль практически чуть заметно ветерок и соответственно дым за слоняет небо думаю стяну приманку однозначно удар был хороший на опережение соответственно приманочка слетела да так и есть вот видите то есть приманка сразу же стащил окунь это чувствуется когда удар такой мощный сильный то есть рыба бьет на опережение почему не засекается сказать сложно возможно там на глубине рыба успевает что-то понять может быть бьет самый хвост не знаю как у нее это получается казалось бы открытый крючок но как видите реализация поклевок все равно не большая здесь вот две-три кочки таких с перепадом где-то в полметра в метр и за ними как раз и куньки то и стоят все хорошо поклевки сейчас контролируется то есть даже самые легкие удары контролируется вот как раз сейчас на кочке трава присутствую там глубина меньше соответственно на ней есть травка там где большая глубина там травы нет на 5 на 5 6 метров глубине травка даже здесь на стоячей стоячем водоеме она не прорастает то есть не хватает солнечного света чтобы трава здесь задержалась но это с одной стороны хорошо потому что на открытых участках джигом ловить более просто видите прямо мощнейшие удары мощнейшие окунь это та рыба которая ничем не хуже щуки по сопротивлению даже иногда она щука вот именно по силе поклевки при том же размере и по характеру сопротивления она перегрева то что щуренок там 200 300 грамм он практически сопротивление большого ты не оказывает в отличие от окуня окунь улаживается всегда на сто процентов поэтому его и интересно ловить на спиннинговую снасть я много раз говорю что именно с этой рыбой нужно начинать осваивать спиннинг то есть искать окуня на реках вся остальная рыба там щука ленок таймень они так или иначе будут попадаться при поисках окуня елец как вы знаете уже в отчетах вылаживал что четко хорошо ловится на вертушку довольно таки часто попадается то есть тоже рыба оказалось бы не типичная для спиннингистов но тем не менее вплоть до вертушек четвертого номера ельчик хватает то есть весьма такие не маленькие по размеру вертухи которые используешь при ловле крупной рыбы на реке окунь тоже их активно кушает поклевка статью лодки недалеко было окунь здесь не потом сорвался прям возле лодки берет вот прямо около лодки сход подвис приманка опускается она штура даже не хватает порой для того чтобы приманка до дна опустилась на окунь стоящий под тенью от лодки часто берет приманку ничего не пугаясь размер кстати должен был сказать судя по всему нормальным прям такой чувствуется вес окунь 200 и больше грамм для ультралайтовой снасти это уже трофей по настоящему трофей потому что выводить его как вы видите очень сложно он прям серьезно сопротивляется часто губу себе рвет хотя вроде у меня фрикцион не сильно затянут то есть он у меня пораскальзывает при подсечках даже не затягиваю сильно для того что если в случае поклевки будет щука чтобы она не оторвала просто-напросто в момент подсечки шнур то есть это как бы такое подстраховочка такая для себя окуня все равно просекет снасть у него губа довольно таки нежная как мы все рыболовы знаем вот видите опять около лодки около лодки прямо при подводе к лодке здесь качка я как раз стал на глубине а кочка чуть-чуть стране метрах в 15 от меня его за кочку только заводишь и вот такие кабанчоусы попадают то есть окуни солидного весьма такого размера для лайтовый утра лайтовый джиговой снасти вот он засекается четко за верхнюю губу соответственно какой вывод можно сделать когда вы находите вот такое скопление рыбы уже можно экспериментировать как с проводкой приманки то есть с ее анимацией также можно экспериментировать с размером приманок со снастками различными хотя должен сказать на этой экватории на отводной поводок окунь почему-то плохо ловится вот крайне плохо ловится не знаю почему так вот он не хочет на отводной здесь ловится количестве на русле реки ангары когда его находишь он там на отводной хорошо берет видимо на течении приманочка по-другому играет нежели в стоячей воде здесь вот чаще шарнирная оснастка работает с подыгровкой или просто ступенькой окунь ее очень хорошо любит и уважает видите не боится вообще лодки то есть несколько открыть поклевки прям перед лодкой четко метрах пяти от лодки то есть тут расстояние совсем небольшое вот это ребята показатель того что здесь стоит стайная рыба то есть рыбка которая берет и ловится на забросах в количестве именно вот такие концентрации рыбы и нужно искать на акватории не нужно упираться в ловлю единичных окуней и вообще единичная рыба той же щуки но щука она чаще стоит единичная бывает скопления там 3 5 6 10 особей но не больше по крайней мере на реках но найдя такие точки можно ее активно ловить при этом дальние забросы то и не нужны даже пассивная рыба при правильной проводке при выборе правильного веса грузика подыгровки вот такой приманкой она ловится весьма весьма неплохо даже вблизи от лодки то есть лодку окунь не боится часто стоит кстати говоря может собираться прямо под лодкой его также ловят здесь на мормышку именно из-под лодки на акваториях видите что я говорю вот фрикционер сработал то есть практически под лодкой ничего не боится ничего не боится размерчик самый-самый оптимальный и реальный так сказать размер окуня то есть хорош для быстрой сушки забросы делаем метров на 20 25 от сил можно сделать на 40 метров заброса то есть практически в два раза больше но этого не нужно потому что рыба ловится около лодки зачем кидать далеко если клюет практически под ногами соответственно сам заброс выполняя немножко дальше чтобы приманка шла на окунь и в случае если стая отходит она успевала приманку заметить и опять подойти сюда потому что окуни обычно гонятся за приманкой стаями то есть если они стаяно здесь стоят то они стаяно и охотятся в случае если один что-то там схватил за ним сразу же устремляются и другие поэтому при активном лове облове такой вот акватории где присутствует окунёк какой-то стаяный соответственно можно поймать значительное количество рыбы так на акватории ветерок подул на вечерочке перестановку сделал там рыбу активную снял буквально первый заброс после перестановки сразу же поимка окунь это как раз вот тот момент когда так сказать тактика ловли рыбы активной она показывает свои максимальные плоды то есть взял какую-то активную рыбку поймал потом нужно куда-то переместиться чтобы что-то еще активное найти и тоже что-то активное поймать потому как ловить пассивного окуня там как я уже говорил это смысла большого не имеет цель именно активной рыбки поиска активной рыбки витерок кстати немножко ухудшает контакт с приманкой но при этом он часто помогает растормошить рыбку когда штиль полный стоит тоже рыба не всегда хорошо себя ведет то есть небольшой ветерок это то что нужно при ловли рыбу вот опять окунь то есть видите чуть-чуть переместился и поклевки пошли одна за одной или траву пойму а не траву что не бьется то есть на каком-то удаление у берега здесь травка присутствует то есть имеется рыба так вот спиннинг еще плохо да здесь переклёсты присутствует с колечки здесь дешевенькие ставят ну и палка бюджетная 2000 стоило стоило поэтому в те времена такие удилища противозахлестными кольцами не оснащали сейчас кстати все палки практически на всех даже бюджетных удилищах практически все имеют противозахлестные кольца то есть качество удильничков оно увеличилось улучшилось так сказать посмотрим будет ли тут концентрация рыбки активной что самое всегда удивляет интересное на первых забросах ловишь на переезжаешь на точку первые два три заброса обычно ловишь рыбку потом почему-то забросы уже начинаются пустые но нет здесь вот все-таки точка рабочая она у меня забита в охоте ох как он бьется е-мое что вытворяет вот такой вот такой вот такой ребята красавец что творит аж трясется весь пока его вываживаешь что дребезжит трепещет это очень здорово и интересно силикон кстати ультралайтов его надолго хватает рыба его минимально травмирует непосредственно при поклевках так как размер резины небольшой вот не понял щука что ли что это такое ого ого дает так наверно сачечек понадобится ребята тут наверно понадобится сачечек так не понял что это такое но взял капитально и дает очень серьезно ох ребята это бонус щучка я без поводка рыбачу ребята за подкилошни щучка щучарка такая хорошая надеюсь удастся сейчас взять ее приманочка очень маленькая ну вот видите есть ребят в домике то есть друзья что сейчас произошло произошло примерно следующее сделал заброс ультралайтовой приманкой без поводка без использования поводков чаще всего при ловле ультралайтом то есть стальные поводки титановые другие кевларовые я не использую при ловле ультралайтом и вот сейчас произошло то что очень часто бывает при ловле ультралайтовой снасти в этом сезоне щуки крайне мало и я мало нацелен на ловлю щуки именно ультралайтовой снасти это редко так сказать когда делаешь прицел именно на щуку но тем не менее сама по себе рыба именно щучка довольно таки часто садится на ультралайтовые снасти в этом сезоне кстати должен сказать ультралайтовые снасти по щуке отработали даже лучше чем приманки тяжелые то есть большие воблеры те же самые всевозможные блесна и тому подобные вещи то есть вот как раз доказательство того скушала полностью а нет вот она краешком села вот поэтому это меня и спасло то есть ребята вот такая красавица была поймана сегодня мной на ультралайт сейчас возьмем лип грипп который у меня здесь имеется специально для того чтобы вам показать рыбку как видите ультралайтовая снасть она часто как я уже говорил выручает щуку вот совсем недавно ездил искал по акваториям различным большим заливом русло ангары на водохранилище ее не было нигде а вот тут смотрите вот такой бонус просто отличнейшая отличная ребята рыбка вот такая размером то есть килограмм железный килограмм прогонистая попадается мне на мою снасть то есть обалденно зачет ребята однозначный зачет то есть вот такая красотка просто обалденно взяла кстати очень легко примарочка маленькая я ловлю без поводка то есть вот сам по себе такая вот приманка то есть небольшого размера поводочка как видите нет то есть он отсутствует и это несмотря на это мне удалось взять щучку даже шнур она не повредила кстати говоря на вываживание мелкий крючок хорошо засекает рыбу что интересно вот крючки которые я купил и делал обзор по ним для ультралайта оказались очень качественными и крепкими должен сказать при том что цена их невысокая обалденно просто работают и отлично секут рыбу любого размера то есть щучки как видите вот такие весом ну килограмм железный может чуть больше попадаются на данную на данные приманки небольшого размера и в этом году кстати щучек весом больше килограмма с ультралайтом я поймал гораздо больше чем с другими снастями но измельчается и и и и и и и с и и и неплохой для нашей местности не монстры но уже неплохо ловить уже приятно и можно таких полосатых разбойников здесь вот крупный окунь далеко не везде стоит как видите на разных точках разная рыба в количестве и в разным размером но тем не менее зато она клюет то лучше чем в пустую целый день стоять и обкидывать акваторию так и не дождавшись поклевки своей рыбы тут пусть небольшой но ловится почти с каждого заброса как видите то есть это уже стаянный мелкий средний окунь которого принципе приятно ловить на легкую снасть очень приятно нужно сказать это просто обалденное ощущение и удовольствие когда такая рыбалка идет удается найти точку маленький промежуток времени максимальная концентрация минимум забросов на акватории и максимум перемещения и вот вам плоды того что в определенное время и в определенной точке будет найдена и поймана рыба которая ловится буквально на каждом забросе вот приманка только касается воды немножко в толще воды и подыгрывая и всего прям мощнейшие поклевки полосатых разбойников солнышко уже заходит но это все равно никак не влияет на клюв вот таких полосатых разбойников приманка уже вся просто изнахрачены не знаю как она еще что-то там воде имитирует но окунь и и кушает 5 метров глубина под лодкой сюда мало кто из рыболовов встает ловить на данной глубине редко когда здесь увидишь людей которые обкидывают своими приманками обычно тоже проводя их в толще воды данную участок акватории ловить здесь уже весьма непросто ну что ж друзья в принципе рыбалка сегодняшняя была довольно таки успешной за пару часов удалось найти поймать в принципе неплохое количество окуня неплохо себя показали вот такие некрупные приманочки то есть это хай фиш римол и акой элегант вот такой червячок акой элегант у меня ловит на всех водоемах также в принципе как и те приманки про которые рассказывал тот же на на минну лон хилл небольшого размера длиной до пяти сантиметров эти приманки просто отлично феноменально и универсально работают на всех типов наших водоемов и отлично ловят окуня на оснастке типа разнесенки на том же самом шарнирной оснастке который часто люблю ловить я именно на такой оснастке я считаю что приманка раскрывает максимальный свой потенциал при небольших подергиваниях а также при обычные ступеньки потому как на падении приманка очень активно играет хвостиком то есть вот такая шарнирная оснастка просто заставляет приманочку в воде вилять очень интенсивно изображая червячка и соответственно она очень очень сильно нравится окуню даже окуню пассивному сегодня на водоеме несмотря на то что на улице температура воздуха 29 градусов практически нет рыболов единичные лодки стоят буквально на заливе шириной там наверно около 500 600 а может быть и километр и длиной больше километра всего находится пару водок все остальные люди на отдыхают и загорают просто на берегу соответственно я могу сделать только такой вывод что рыба она пассивная и плохо ловится даже на поплавочку поплавочников вот видел и побеседовал с ними говорят что рыба ловится очень очень плохо ну и в принципе исходя из того что рыболов мало это в принципе и подтверждается так что ребята всем желаю удачи больших и крупных трофеев обязательно подписывайтесь на канал будем ловить до самые поздние осени желаю всем удачи и до скорых встреч всем пока